В эфире служба новостей Саров 24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Зато Саров любимый, за что саровчане ценят свой город. О первых результатах этого года специалисты управления номер 50 ФМБА России провели публичное слушание. О судьбе реконструкции стадиона между 14 и 16 школами. Далее расскажем обо всем подробно. 12 июня вся страна отмечает День России. В честь праздника для горожан подготовили большое количество мероприятий. Велопробег, концерты и акции в парке, спортивные состязания на Икаре, соревнования по автозвуку и автотюнингу. Также в этот день саровчане празднуют День города. О том, как прошли праздники, мы расскажем в ближайших выпусках новостей. А пока наша съемочная группа решила выяснить, за что саровчане ценят свой город. Сегодня будем спрашивать на улицах города, за что же жители любят Саров. Пойдемте! Скажите, пожалуйста, любите Саров? Чистый, хороший, уютный город. Скажите, любите вы Саров? Да. А за что? Что самое крутое в Сарове? То, что это чистый город. В нем достаточно много лесов, в отличие от других городов. Дружелюбные люди. За что любишь Саров? Ну, я люблю Саров за то, что он такой красивый, чистый, очень мирный город и очень много красивых достопримечательностей. А не только жители любят Саров. Скажите, пожалуйста, за что любите Саров? А вы? А вы? Я привязан к оператору и не могу близко подойти к гулям. Вот а то, гулек, будет праздник, а! Все будут мимо идти в парк, гулять. Кто-нибудь чего-нибудь добросит. А что самое хорошее в Сарове, на ваш взгляд? Я привыкла, мне все здесь нравится. И вся эта красота, вот хожу все и любуюсь. За что любишь Саров? Расскажи. Потому что здесь очень спокойно, я чувствую себя здесь в безопасности. И здесь вообще очень круто. Почему вы любите Саров? Хороший, дружелюбный город. В нем все, что есть для жизни. Спокойный город, чистый. Что самое крутое в нашем городе? Да он сам по себе самый крутой город в мире. Ну вообще, ну а как можно не любить свой родной город? Идешь себе, вообще в любое время дня и ночи можно выйти и ничего не бояться. Любите ли вы Саров? Очень красивый, очень здесь все добрый. Мне нравится. Лучший город. Потому что у нас ядерная техника производится. Ну все, маленький город, легче освоится. За что любишь Саров? За то, что он зеленый и хорошо погулять там по паркам. Ну удобный очень город, маленький. За что любите Саров? Потому что он Саров. Мой родной город. И? Он подарил мне образование, мою любимую жену, моих детей. Обязан я своему городу всем. А ты? За то, что тут можно гулять. Я вообще из Москвы. Вот так вот. Кому-то Саров дает место для жизни, кому-то экологию, а кому-то дал жену. Всех, кого мы сегодня спросили на улице, сказали, что Саров это удивительное место. Красивый, потрясающе зеленый, экологически чистый город. А еще один человек сказал нам, что здесь делается ядерное оборудование. Поэтому, друзья, с праздником вас, с днем города, ну и тебя с днем рождения, Саров. Межрегиональное управление номер 50 ФМБР России провело публичное слушание. В зале здания администрации Сарова специалисты рассказали жителям города о результатах правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности за первый квартал этого года. Подробности далее. В теплое время года все чаще хочется бывать на природе. Люди выезжают на пикники, на дачи или просто идут прогуляться по лесу. И главная проблема, с которой придется столкнуться всем любителям природы – это клещи. В Нижегородской области уже зарегистрировано около 3000 случаев обращения за медицинской помощью в связи с присасыванием клеща. У нас в Нижегородской области из 50 административных территорий 31 территория признана эндемичной по клещевому вирусному энцефалиту. И туда вошли Дивеевский, Ордатовский и Арзамасский районы из самых наших близких. Что касается нашего города, сейчас проводятся вирусологические исследования клещей, найденных в наших лесах. Если результаты покажут, что вероятность получить клещевой энцефалит велика, то в нашем городе смогут проводить бесплатную вакцинацию от этого вируса. Но проблемы, касающиеся нарушения санитарно-эпидемиологических правил, связаны не только с природой. К судебным разбирательствам в этой сфере привлекают и предпринимателей, занимающих торговые точки на первых этажах жилых домов и разгружающих продукты во дворах. По закону делать это можно только со стороны дома, где нет окон и где есть выход на магистраль. Но в силу специфика города в этом вопросе появились небольшие послабления. Уже имеется достаточно широкая практика судебная, которая фактически на основании этого требования запрещает только загрузку материалов со стороны входа в подъезды. Так проще говоря. Все остальное допускается с определенными нюансами. Еще одно изменение, которое произошло в законодательстве, это появление так называемых проверочных листов. Списков контрольных вопросов, которые специалисты ФМБА должны использовать при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора на предприятиях. Мария Руинч, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Международная федерация футбола FIFA выставила на продажу более 100 тысяч дополнительных билетов на чемпионат мира 2018. Раньше эти билеты были зарезервированы для клиентских групп FIFA. Сейчас они в свободной продаже. Приобрести билеты можно на все матчи Мундиаля на официальном сайте FIFA. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Выборы главы региона пройдут 9 сентября. Такое решение было принято в неочередном заседании областного ЗАГС Собрания. Кандидаты от партии станут известны позже. В региональном избиркоме напомнили, что в процедуре голосования произошли изменения. Вместо открепительных удостоверений на выборах будет действовать система мобильных избирателей. Избиратель, который захочет проголосовать не на своем избирательном участке, а на ином, будет иметь такую возможность, но только в пределах Нижегородской области. В четверг, 14 июня, на площади Ленина пройдет очередной сбор помощи для животных из городского приемника. Неравнодушные соровчане могут принести сухой корм педикой, чистые полотенца или постельное белье, ветеринарные препараты и моющие средства. Все это можно будет передать волонтерам 14 июня в 19 часов. Те, у кого нет возможности прийти на сбор, могут передать помощь в магазин «Лемур» в торговом центре Куба. Проект фестиваля «Православный воин» культурно-спортивного центра «Казачий острог» успешно прошел первый тур конкурса президентских грантов. Для справки, «Православный воин» начинался как ежегодный турнир, участники которого соревновались в армейском рукопашном бое и других военно-тактических дисциплин. В этом году организаторы планируют провести состязания по спортивному лазертагу и рубке шашкой, а также соревнования по пейнтболу и страйкболу. Фестиваль «Православный воин» пройдет в конце июля в Дивеевском районе. Как же приятно летним днем прокатиться на самокате по Саровской ривьере. Особенно это приятно делать на чужом электросамокате. Чей он? Возможно, твой, возможно, твоего друга или той девчонке, которой ты лайкаешь фотки в Инстаграме. Канал «16» совместно с сайтом «Саров24.ру» запускает конкурс на лучшую фотографию, сделанную в наикрутейшем жилом комплексе Саровской ривьеры. И вот подробности конкурса. Ты делаешь фотку на набережной, на парящих лавочках или даже из окна своей новой квартиры вот в этом доме и выкладываешь в любую социальную сеть с хэштегом «Саровская ривьера». Вот и все. Учитываться будут только те фотографии, которые будут выложены с 15 мая по 15 июля, а в срок до 1 августа мы обязательно подведем итоги. И, кстати, автор лучшей фотографии получит вот этот вот самокат. Фото может быть любым. Селфи или групповое, случайное или постановочное значение имеет только дата съемки и красота архитектуры жилого комплекса «Саровская ривьера». Все подробности о конкурсе можно узнать на сайте «саров24.ру». И если ты не пришлешь нам фото, я буду ездить на самокате сам! Вопрос о необходимости реконструкции ряда школьных стадионов впервые поднимался в нашем городе несколько лет назад. И один проект уже удалось успешно реализовать. Речь идет о стадионе 10-й школы, но в списке спортивных площадок, требующих ремонта, до сих пор остаются стадионы 7-й, 12-й, 13-й школ и самый большой стадион между 14-й и 16-й школами. Наступили долгожданные летние каникулы и у школьников впереди заветные месяцы – отдыха от уроков, домашних заданий и учебников. Вооружившись велосипедами, самокатами и спортивным инвентарем, ребята отправляются на свежий воздух. Мальчишкам и девчонкам, живущим в районе 10-й школы, повезло. У них в свободном доступе и в шаговой доступности есть стадион с качественным покрытием и спортивными снарядами. Мне здесь нравится вот это огромное поле. На нем можно полежать, поваляться, покрутиться. Тут есть резина. Если заниматься на обычной траве, то упадешь, все будет грязно, ободрешься. А тут интересно, весело. Ребятам, живущим в микрорайоне улиц Герцена и Радищева, повезло меньше. О качественном покрытии и тренажерах на стадионе, расположенном между 14-й и 16-й школами, им остается только мечтать. Заниматься спортом приходится на асфальте, состояние которого тоже оставляет желать лучшего. Когда приходят нормативы задавать какие-нибудь метания, бег, то в этом плане он плохой. То есть асфальт плохой, когда бежишь, можно споткнуться. У меня один раз такое было уже. Постелить газон, потому что он в сколах, весь футбольное поле. И когда падаешь, можно сломать ногу или просто ободрать. А в нескольких метрах от поля школьников встречает привычная картина. Разбитые стеклянные бутылки и лавочки, сидеть на которых мало кто захочет. Вопросом реконструкции стадиона уже давно озадачились активные жители микрорайона. В поддержку инициативы собрали более тысячи подписей. Ну, дело никуда не сдвинулось. Конечно, в этом микрорайоне мы живем очень много лет. И фактически детям, куда можно пойти, с мечом погонять, вообще поиграть, нет. Здесь необходимо оккультурить все, чтобы можно было в таком большом микрорайону куда-то выходить. В этом году была выстроена очередность ремонта стадионов. И межшкольный стадион 14-й и 16-й школы оказался на первом месте. Но появились наиболее приоритетные для города вопросы. Такие, как ремонт здания 10-й школы. Софинансирование из области пока получить не удается. Поэтому городу приходится перераспределять средства и справляться с собственными силами, надеясь на компенсацию из регионального бюджета. И если расходы по проекту капремонта школьного стадиона в сумме 33 миллиона 700 тысяч рублей перенаправят на здание 10-й школы, то нового поля и тренажеров детям в этом районе придется ждать еще очень долго. Сергей Безруков был одним из тех, кто всерьез озадачился вопросом ремонта детских стадионов в нашем городе. Тренер-преподаватель спортивной школы ИКАР Алексей Серебров посвятил свою жизнь воспитанию будущих чемпионов. Возможно, среди этих ребят надежда российского спорта. Так же, как и среди учеников 14-й, 16-й, 17-й школ и жителей близлежащего микрорайона. Для нас, спортсменов, любой спортивный объект значим очень сильно. И появление еще одной площадки именно на этой территории, оно очень важно. Как можно тренироваться и играть на асфальте. То есть это в любом случае очень травмоопасно. И практически организовать там нормальные спортивные занятия на асфальте невозможно. Поэтому ковер, он будет хорошим подспорьем для этих школ, для этих детей. Сегодня повсеместно обсуждаются вопросы важности физического воспитания и подготовки будущих чемпионов. И немаловажную роль в этом, несомненно, играет хорошая спортивная инфраструктура. Дождется ли стадион между 14-й и 16-й школой своей реконструкции, узнаем совсем скоро. Постановлением правительства Нижегородской области Саров вошел в число районов, где введен особый противопожарный режим. Это означает, что на территории города, садоводческих объединениях и прилегающих территориях запрещается разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов и проведение иных пожароопасных действий. Кроме того, по причине установления четвертого класса пожароопасности, в городе вступил в силу запрет на посещение лесов. В жаркую погоду человека манит своей прохладой лес, где можно укрыться от зноя в тени деревьев. Но погода зачастую вносит коррективы в планы горожан. Одни не знали, другие не придали значения действующему запрету на посещение лесов и нарушили закон. Посещать леса можно только там, где это разрешено. А именно, значит, прогулочная тропинка, это вот от 15-й школы и туда до водовода, там можно гулять. Наши экологические тропы. По тропам тоже можно гулять, это уже от водовода и до родников. Также соровчане могут погулять в акваториях озера Протяжного и пруда Борового. Запрет на посещение лесов – это профилактическая мера, которая призвана не допустить возникновения лесных пожаров. Эти деревья пострадали в пожарах 2010 года. Если провести рукой, то сажа на руке остается до сих пор. Летом 2010 года человеческая беспечность стала причиной лесного пожара. Огонь потушили и не допустили распространения на город. Но выигравший участок в 5 гектаров восстанавливают до сих пор. Только изменение погодных условий способствует нормализации пожароопасной ситуации. Нужно, чтобы несколько дней шли сильные дожди, чтобы под силку промочило где-то на штык лопаты. Это вот земля должна быть там внизу сырой песок. Только тогда, может быть, снимется этот режим. Но в любом случае посещение лесопарковой зоны строго регламентировано. Прежде чем пойти в лес, группа людей или организации должны пройти процедуру инструктажа. Специалисты лесопарка рекомендуют с пониманием относиться к введенному запрету и внимательно следить за сообщениями в СМИ. Елена Грецкова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в Ютьюбе и в группах в социальных сетях ВКонтакте, ВИЗБУК и Одноклассники. Также все актуальные информации на сайте sorov24.ru. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей.